приветствую я тут сообществе вам дал опрос сможет ли экономика украины существовать но если война затянется ну например там 10 лет или больше очень прошу вас проголосовать здесь просто голосовать нельзя под видео а в сообществе можно зашли и проголосовать по этой причине такое как бы делаю и сообщество опрос и видео а здесь я выскажу свое мнение ну а вы здесь можете написать ну соответственно свои комментарии согласны ли эти песики галкает утро началось смотрите ну и конечно говоря что вот смотрите вот израиль ведет войну существует со мной годы даже успешно развивается ребят брать не путать израиль не ведет войну из странами израиль ведет войну с симпатистами с палестинцами по этой причине две большие разницы на сегодняшний момент порты израиля не блокированы авиация работает заводы работы да там бывает обстрелы но все-таки за счет то что стреляют но такие слабенькие противники большую часть ракет сбивает это очень сильно отличается от той войны который ведет украина украина ведет войну все-таки с довольно большой страной и вы сами понимаете что полностью закрыть небо архи сложно даже несмотря ни на что но все-таки риск попадания ракет большой ажу значит ракет да вы сами происходит видите что уничтожается инфраструктура украины предприятие однозначно необходимая инфраструктура однозначно ну нету авиации то есть она не может нормально ж.д. тоже есть проблемы плюс гибнет население беженцы да это чисто атрибуты но войны война поймите это война и хотите вы то не хотите другого варианта быть не может во время войны это всегда существовало существует и будет существовать что время войны разрушение и гибель людей это война но что касается экономики как от кого экономика может действительно существовать в условиях военного времени войны очень длительное время она отличается той экономик который был до войны однозначно но она может существует причем смотрите какой интересный нюанс вот сейчас да сейчас экономика как бы перестраивается но проходит год войны 2 3 а потом уже на 4 никто не обращает внимание то есть война идет и уже все привыкли горит ну это и нормально даже уже на второй год уже нету твой как бы отрицание уже люди привыкнут как бы складывается ситуация и люди уже привыкают к военной экономике к этим всем проблемам и орех ну тушну такая экономика такая модель до военная экономика имеет ряд ну нюансу первое да действительно есть колоссальная проблема из ну скажем так с нормальной работой ну что да если идет воевать там оплатит если вы так сложнее однозначно ну что вы сами понимаете что эти все обстрелы и вот эти все развалы то есть просто некоторых случаях вот сейчас даже офисы работать не работать или компании закрываться работать и такое вот во время всей войны это все нюанс бизнес не может понять работать не работать так дальше то есть нету стабильность но работа есть работа есть на нету стабильность да действительно во время действительно от военной экономики очень хорошо зарабатывать спекулянты и правда это всегда было если будет и всегда будет да мало будет постоянный дефицит будет постоянно меняться например сейчас нам топлив там другой 3 4 до дефициты будет постоянно и благодаря дефицитом спекулянты всегда могут заработать по этой причине вот именно такая работа спекульнуть во время войны работает и год, и два, и три, и десять постоянно дефициты меняются по этой причине, если ваш бизнес как-то связанная работа с торговлей, без куска хлеба не останется да, есть еще какой-то вид бизнеса который заточен на войну, то есть одежда, что-то военные, продукты и так дальше оружие, то есть это тоже бизнес работает, это бизнес, значит, работает у него есть спрос и ну на этом можно всегда заработать есть какая еще одна такая проблема, это очень высокая инфляция, вот смотрите, в Израиле вообще был момент, когда инфляция была больше тысячи процентов а был момент, когда всегда было больше сто, ну даже так, да ну понимаете, потому что еще один трибут, когда война госфинансы полностью развалили, полностью то есть тут главное это эмиссия денег других вариантов не существует, абсолютно даже когда вам говорят, что ну вот мы что-то сейчас сделаем, там закрутим, нет, нет, нет не облигация, нет, не работает, только эмиссия а эмиссия соответственно инфляцию загоняет но зато войну можно продолжать годами вот такой нюанс понимаете, она как бы сглаживает сглаживает, сглаживает, сглаживает сглаживает, вот такой нюанс так что да, действительно есть свой ну как бы нюансик, но это не значит, что экономика не может существовать. Еще я скажу, что мировая история знает случаи, когда войны затягивались, и экономика перестраивалась на военный, так сказать, лаг, и она длительное время работала, она отличалась. Да, она имела свои недостатки и так дальше. Отличалась. До военной, но она работала. То же самое здесь. Она тоже может работать. Со всеми своими нюансами, недостатками, плюсами, минусами и так дальше. Причем, как вы сами понимаете, в любой экономике есть всегда и до войны, и в горе расслоение. Кто-то зарабатывает. Всегда это будет. Всегда. Кто-то потерял. Тоже всегда. Так и до войны тоже потеряли. Да. Кто-то, ну, как бы, что-то там петляет по середочке. Есть. И, опять же, тогда имеется как бы разделение. Каким-то людям даже выгодно военная экономика. Выгодно. Каким-то невыгодно. Да. И тут нельзя сказать, что всем так не бывает. Есть сейчас людей, которые выгодно военную. Другим невыгодно. И есть общая масса такая, больше, которые, ну, как бы всегда хотят лучше. И до войны, ну, потому что, смотрите, до войны постоянно ругали, что и цены не такие, зарплата не такая, и там директор ваш вообще мерзавец. Было? Было. То же самое здесь. То есть, вот эта ситуация, когда люди всегда недовольны. Он вся существует. Но это не значит, что люди с голоду будут. Нет, такого нет. Но люди недовольны. Но в тот же самом моменте есть действительно какая-то часть людей, которые очень довольны войной, потому что на это можно заработать. Есть часть людей, которые действительно недовольны, которые потеряли очень много. Ну, те же беженцы. Однозначно. То есть, такие две крайности существуют. Но сама по себе действительно экономика существовать может. Очень длительно. То есть тут, чтобы правильно понять, даже другая ситуация. Если уже война заканчивается, потом перевести с военной на мирную бывает тоже надо, за год не получится. Серьезно. Она уже заточилась, она уже выстроилась, она уже загнана под военную, она работает. И потом, когда говорит, ребята, может, давайте перевернем, тут уже куча нюансов. Не такой нюанс. Так что, пишите комментарии, делайте выводы. Ну, кто вы знает, сколько эта война затянется? Не знаю, честно говоря. Да я думаю, никто сейчас не знает. Ни в Украине, ни в Кремле, нигде. Понимаете, начать войну легко. Закончить сложно. Я сразу говорю. Причем, понимаете, какая ситуация. Тут уже добавляется, экономически это естественно, политические амбиции. Ой, эта вещь очень сложная. Плюс какие-то там устные, полустные договоренности, политические интриги. Там уже вот так. Там, понимаете, какая ситуация. Даже, ну, бывает такой момент, когда вот можно действительно договориться. Но возникает вопрос, с кем договариваться, как, вот этот субъективный фактор договоренности. Не работает вообще. Ну, то есть, слово можно, его реализовать нельзя. Говорит, можно. Ну, в ночь, ну, скажем так, вы можете из, давайте так, вы можете прыгнуть из, там, бассейн из вышки, такой, знаете, трамплина. А прыгните, это вопрос. Ну, бывает, да, вы можете, да, не, 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 вот то же самое здесь. И вот, вроде бы, как войну можно закончить, но, но, но никак, но никак, но никак. Так что, да, продолжается. Ну, смотрите, какая ситуация. Я так понимаю, сейчас все, как бы, настроились, что летом воюем однозначно. Осенью там будет видно, что будет. Ну, и, в принципе, видите, уже всех, как бы, даже, вот, и в России, и в Украине подставляют, что война может длиться очень длительное время. Экономика будет работать, пенсии будет и получать. Да, кто-то там будет так зарабатывать, кто-то так, кто-то так. Ну, в принципе, а почему бы нет? Так что, вот такие вот нюансики. Ну, а вы, соответственно, еще раз говорю, ну, проголосуйте, проголосуйте в сообществе. В сообществе доходите, там можете проголосовать. Ну, здесь, ну, под видео, ну, сделали такую функцию, чтобы можно было под видео голосовать, на вопросах не сделали, а это разделить. Ладно, благодарю за внимание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин,